Тунтур-тунтун-тунтур-тунтун-тунтун-тунтур-тунтун. Поехали. Ни для кого не секрет, друзья, что режим турбо самый эффективный для апания уровня компедиума. Я в этом видео покажу вам, как максимально этот режим использовать, чтобы у вас был уровень компедиума за неделю повышен, ну, минимум на 25 уровней. Объясняю, как сделать. Как выжать из режима турбо все соки. Во-первых, вы должны играть командой из пяти человек, у каждого из вашей команды должны быть компедиумы. Для чего? Сейчас объясняю. Во-первых, вы будете ставить фишки, имеется в виду по 250 фишек, которые дается каждому члену команды на ставку. Вся прелесть данных фишек заключается в том, что они стакаются. В начале игры все ваши тиммейты могут поставить по одной фишке на 250, 500 или 1000 очков. Напомню, что фишки на 1000 очков даются при достижении 383 уровня компедиума, а на 250 уже на 8 уровне. Соответственно, после победы вы получите удвоенную сумму всех ставок, которые сделала ваша команда. Если каждый из вас поставит хотя бы 250 очков, после победы вы получите 2,5 уровня компедиума, что в общем-то очень и очень и мало. Второе. Вы будете 25 фишек по 3 раза каждую катку друг другу отдавать. При достижении 92 уровня компедиума у вас откроется возможность 3 раза на протяжении игры обмениваться 5-10 очками компедиума. А когда вы со своими друзьями дойдете до 337 уровня, то уже можно будет обмениваться сотни очков 3 раза за игру. И еще у вас будет у всех мотивация на победу. Если вы не победите, соответственно, вы не обнете уровень. Логично. Если вдруг у вас тима еще нету, как его собрать? Для начала. Соло вы играете, допустим, в любом режиме, без разницы. Если вы проигрываете, то в противоположной команде вы ищите самого имбового чувака, добавляете его к себе в друзья. Если же вы выиграли, то чувака, который играет даже лучше вас, который привел эту команду к победе, вы тоже добавляете в друзья. Все. Изи-бризи. И у вас будет так, ну за 2 часа вы точно соберете команду вот таких вот чуваков, которые интубы выиграть не против, но их не зовут. Далее, что я хотел сказать про сам режим турбо. С ним нужно быть тоже очень аккуратным, потому что как легко выиграть, так и легко и проебать с ним. Но если у вас есть команда своя, сейчас объясню, как 100% только выигрывать в этот режим. Вот 100% винрейт у вас будет. И соответственно уровень к победе у вас будет очень быстро обраться. Как это сделать? Очень просто. Катакомбы. Друзья, дорогие мои друзья. Там есть такие персонажи, за которых вы играть не умеете. Свою команду сигнализируйте. Так, друзья, мне нужно пройти к катакомбу на самом уебищном персе, на котором я играть не умею. Допустим, Земеля. Что ты сказал? Знаешь, как сейчас забавно было, мудак? Пожалуйста, возьмите таких персов, которые будут тащить эту катку с моим минимальным участием. И всё. Они говорят, окей, окей. Мы берём гулю, эсэфа, снайпера, который крайне эффективен в режиме турбо. И главное, чтобы ещё был контр-пик. Обязательно думайте ещё об этом. И в итоге у вас такая охрененная компоновка героев. Такой мощный пик. Из-за бризе вы выигрываете. Теперь про сам режим турбо. Как вы знаете, катки там длятся спокойно минут 15-25. Рошан там появляется каждые 2-3 минуты. Денег там дают за всё очень много. И самое важное в этом режиме, это фарм. Так вот, друзья. Чтобы максимально эффективно фармиться, вам нужно знать некоторые особенности. Во-первых, метас даёт 400 монет. И его крайне эффективно собирать. Второе. Рошан. Если вы чувствуете, что вы на первых минутах не можете его забрать, успокойтесь, хватит его бить, идите формитесь. Фарм это самое главное. Рошана вы потом заберёте. Когда вы наформите себе Дезолятор, Дейдлос, 3 рапиры, всё. Один удар, а его нет, он сдох. А тут вы мучаетесь по 5 минут. У вас уже вся Тима выформила себе 5 слотов, а вы всё ещё добиваете этого Рошана. Не можете. У вас уже спушили Т1, Т2, Т3, вас всё уже спушили, а вы всё ещё не можете убить Рошана. Чувствуйте, когда его... Если не можете долго убить, уходите. Дальше формиться. Далее, что хотел сказать. Дорогие друзья, не нужно делать себе в начальном закупе хил. Там 5 курьеров. Там охрененная служба доставки. Они очень быстро летают. Просядите по ХП, пока будете формиться на начальных этапах. Возьмёте себе, закажете, вам хилку привезут очень быстро. Отхилитесь и дальше формиться. А вначале, вместо этих хилок, собирайте себе на урон что-нибудь, чтобы было максимально эффективно формиться. Ещё раз повторяю. Следующее. Вообще, по поводу предметов, которые обязательно нужно брать. Я заметил, что в моей тиме, когда я играю, не любят люди собирать предметы вижена. Варды, жёлтые, синие, дасты, чтобы заставить саппорта, не саппорта, купить дасты. Если у тебя, допустим, 5 слетов занято, то, блядь, я не знаю, что нужно сделать. Миллиарды можно предложить, только из-за этого они готовы будут купить. Поэтому, не дурите, покупайте. Это всё очень важно. Но они очень быстро окупятся, вам же лучше будет. Я думаю, вы это слышите. Ужасно. Заебали. Живут на 10 этаже, но всё время их слышно. Проехали. Каким образом окупятся дасты? Так, тут я оговорился, не дасты, а... Вот вы формитесь в лесу. У вас в вашем лесу стоят варды. И вы видите, что к вам, потому что у соперников тоже стоят варды, по ходу дела, или может не стоят, но они просто собрались кого-то убивать. Выдвигается вся тима противоположная. И вы, видя это, ведёте и спасаетесь. И плюс вся ваша тима тоже это видит. Заебись. Дальше. К вам кто-то идёт нападать на вас в инвизе. А у вас есть помимо жёлтых вардов ещё и синие. Вдвойне вот так вот. Вы чувствуете, что даже может быть этот чувак идёт первым, а за ним ещё четыре, и это нападение, агрессия со стороны вражеской команды. Вы это видев, сбреваете этого инвизера, всё, его нету. И вот уже вы в пятером на четверых лезете. То есть уже неравные шансы, соответственно, вы сто процентов выиграете. Замес, и далее пуш, и вы дали катку. Короче говоря, ещё нужно ставить варды в лес вражеский, чтобы также делать выходы агрессивные и сбревать фармящихся чуваков поодиночке. Друзья, в пятером идём против одного и всё изи-близи. Далее, дорогие мои друзья, поговорим о предметах, которые нужно собирать в принципе в этом режиме. Во-первых, как я уже сказал, это предметы вижена, их обязательно покупаем. Второе, это предметы спасения или же ещё у них вторая категория нападения неожиданного, типа блинка, инвиза, форстафа и соответственно и тому подобных. Третья категория предметов, это предметы пополнения ХП и МАНы. Они тоже очень важны. И четвёртое, это обязательные предметы, предметы блокировки членов вражеской команды типа Орчада, соответственно Станов всевозможных, Башей и прочего и прочего. Если ваш враг обездвижен, обезоружен, не может применять заклинания или же ульта СФа там, то это же классно. Он ничего не может, а вы его быстро сбриваете. Обязательно это всё собирайте. И пятая категория это предметы, которые не будут давать вражеской команде применять вот эти вот обезоруживания предметы, которые типа будут лишать вас заклинаний. Короче говоря, я имел ввиду предметы которые БКБ собираем и вы становитесь неубиваемой машиной, которая сносит всё на своём пути и выигрывает катку всем подряд. Друзья, всё очень просто. Плюс там ещё очень часто левают, я заметил, раз у вас своя тима, вы знаете всех из этой тимы, это надёжные люди, которые не будут левать, то соответственно шанс, что левнут в противоположной команде и вы ещё быстрее затащите. Ну что ж, друзья, формитесь и выигрывайте. И всё, каждую неделю у вас как минимум плюс 20 уровней будет. Ассалам алейкум братья дорогие мои. Ну а теперь по поводу канала. Дальше, как я обещал будет видео по заработку в стиме, очень эффективный заработок, очень простой, популярно, подробно всё вам объясню и вы будете зарабатывать уже в первые же минуты после просмотра этого видео. Я не вру, всё будет. Ребята, подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписаны. То ли ещё будет, там такое будет, вы охренеете. Это самый полезный, самый качественный контент. к тому же, он будет нарастать качество этого контента с каждым часом, с каждым днём, с каждым годом. Ещё хотел у вас спросить, в комментариях, не в комментариях, не знаю, как-нибудь отпишитесь, снимать ли мне только про игры, или может быть перейти уже на жизнь ещё свою? Как я живу, с кем я живу, где я живу, за что я живу, почему жизненные видео, они тоже может быть важны для вас? Скоро у меня будет очередная машина, может быть снять на неё обзор? Попозже ещё я куплю компьютер, апгрейдную его, на всё это можно снять обзор. Плюс уже скоро появятся стримы друзья, которые выиграли, дорогие мои друзья. Я тут недавно проводил розыгрыш трёх компедиумов и трёх двадцати четырёх лвелов, чуваки вот такие вот молодцы спасибо кто участвовал, спасибо кто выиграл. Сейчас вот холд спадёт, ну там семидневный бан на предметы ребята, сорян, что он вообще произошёл, я тоже сам не ожидал, охерел от этого. Все выигранные предметы в понедельник я доставлю, я свое слово держу, плюс набираем 555 подписчиков, обязательно подписывайтесь, ну самый эффективный это канал, ё-моё, почему никто не подписывается, не могу понять, подписывайтесь, 555 подписчиков, я разыгрую две арканы, все, лайки, подписочка, комментарии, делитесь этим видео с друзьями, это вам поможет, это им поможет, и заработать, и качественно играть, и хорошо провести время, а самое главное, сейчас покажу, вот так вот мы живем, вот оно, вот она, иди сюда, вот кто присутствовал в комнате все время, пока я снимал видео, наш защитник, символ нашего канала, символ будущего, веры в надежду, в любовь, и в свет, попроси подписаться, и лайки поставить, подписчиков своих в беде не оставим, не предадим, и уважаем всегда и всех, даже хейтеров, долбоебов, да, аминь, берет что-нибудь типа Мекки, Гвардов, блять, кто-то очень вовремя, сейчас будем убивать кого-то, ну это, конечно же, хейтеры звонили, ребята, долбоебы уже суются, куда не надо, спалили мой адрес, спалили мой номер телефона, вот что делает популярность, если вы просадите про хп, просадите, блять, все, короче, имея все это, вы 100% затачите режим турбо, дорогие мои друзья, пока всем, ребята, отрубаю,